Меня зовут Володин Андрей, я работаю в компании Prisma на позиции GPU инженера. И сегодня мой доклад о видеокартах, о том, как перестать их бояться, а главное, почему они везде используются, почему все машинное обучение работает на видеокартах, почему биткоины майнятся на видеокартах. Ну, уже нет, но в свое время майнились на них. Посмотрим, какой план. Сначала обратимся к истории и посмотрим на то, как издревле, в 70-х годах, решались проблемы отрисовки чего-либо на экран. Потом посмотрим, как это делается сейчас, как работает среднестатистическая видеокарта. То, что нам предлагает Apple, как вендор не только софта, но и железа. Что такое GPGPU, откуда этот термин появился и как используется. Как Metal Compute Shader используют этот подход. И в конце немножко про Hype Train, про Core ML, про все-все-все, что вы любите и что вам интересно. Итак, история. Первая система, которая имела какое-то отдельное железо под отрисовку видео, была Atari 2600. Это довольно культовая игровая приставка. Наверняка многие о ней слышали. И у нее была такая особенность, что она была выпущена в 1977 году и размер оперативной памяти ее составлял 128 байт. Кстати, нормально со звуком все, да? Потому что кажется, что у меня очень плохо слышно. И среднее разрешение тогда в играх было 160 на 192. Можете обратить внимание, что по высоте чуть больше. Дальше расскажу, почему, по в том. В цветовой палитре было 128 цветов. И можно посчитать, что для того, чтобы хранить один кадр игры, нужно было в несколько раз больше памяти, чем обладала система. А система обладала этой памятью подо все. Под свои какие-то core функции, под весь мир игры и так далее. И это, конечно же, было недостаточно для того, чтобы вместить. Поэтому графика генерировалась в прямом смысле в реальном времени. Тогда еще не было телевизоров, в которых были пиксели. Тогда были телевизоры с лучевыми трубками, которые отрисовывали картинку с помощью катодных лучей. Делали они это построчно. То есть каждую итерацию, несколько машинных циклов. Телевизор спрашивал по аналоговому кабелю, какой цвет сейчас нужно рисовать. И отрисовывал, бегая вот так. Интересный факт заключается в том, что кусочек картинки, который был отрисован, оставался на экране до того, как телевизор просканирует весь фрейм, вернется назад, дойдет до этого места. И только тогда это место было перерисовано. Однако сама система поддерживала отрисовку только пяти объектов одновременно. Это было два объекта под игроков, два объекта под так называемые ракеты и один объект для шарика. Понятное дело, что ни одна хоть сколько-нибудь комплексная игра, ну и этого было недостаточно для того, чтобы удовлетворить нужды разработчиков. Поэтому компания Atari и все разработчики пользовались очень интересным подходом. Они использовали тот факт, что изображение оставалось на экране до следующего обновления. Поэтому пока телевизор сканировал его, они двигали эти спрайты по ходу того, как идет луч. И таким образом отрисовывали один объект несколько раз. Потом, когда телевизор переходил на следующую строчку, они возвращали объекты на месте, ну и так далее. Таким образом удалось отрисовывать на экране гораздо больше объектов, чем позволяла система. То есть в несколько раз больше, чем пять. Это скриншот из культовой игры Space Invaders. По мотивам этого мракобесия была написана книга Racing the Beam, то есть гонка за лучом. И из нее я взял вот эту иллюстрацию, которая объясняет, почему разрешение по высоте было больше, чем по ширине. Дело в том, что телевизор сканировал картинку постоянно. И у разработчиков не было времени на то, чтобы там считать название, нажатие на джойстик, посчитать какую-то игровую логику. И вот те зоны, где написано vertical blank, overscan и horizontal blank, это были то время, когда разработчики могли считать игровую логику, а телевизору отдавать какой-то мусор. И здесь приведен пример из игры Pitfall от компании Activision. Им этого времени было недостаточно, поэтому они всегда рисовали широкие кроны деревьев сверху и широкую землю снизу, для того, чтобы увеличить количество времени, когда они могут считать какие-то свои куски игрового кода. Следующим логичным этапом развития стал выход системы NES в 83-м году, в которой также не было фреймбуфера, но появился тоже отдельный чип, который назывался PPU, Picture Processing Unit. Он несколько по-другому подходил к этой проблеме и отрисовывал картинку тайлами. То есть он оперировал такими блоками 8 на 8 пикселей, сканировал изображения и отрисовывал их. И именно поэтому все игры того периода выглядят немножко квадратными, особенно это заметно в Mario и так далее. Дополнительным преимуществом подхода с тайловым рендерингом было то, что тайлы позволяли еще иметь collision detection. То есть в играх появилась, например, гравитация, потому что можно было сравнивать, какие тайлы друг с другом пересекаются. Можно было собирать монетки с помощью, когда тайл игрока пересекается с тайлом монетки, ну и так далее. Дальше начала развиваться 3D-графика, но в этот период она в основном использовалась только в интерпрайз-системах, была очень дорогой и чаще всего ее можно было встретить только в каких-то профессиональных симуляторах. Но уже тогда появились первые возможности отрисовывать полигоны, была какая-то растеризация и прочее, но это было абсолютно не консюмерское решение. Это все выглядело и считалось на вот таких огромных чипах, где каждый транзистор – это один пиксель на экране. Действительным прорывом стал 99-й год, когда всем известная компания NVIDIA, тогда еще не гигант рынка, а только начинающий игрок, представила GeForce 256. Они фактически этим релизом изобрели такое понятие, как GPU, то есть Graphics Processing Unit, и позиционировали его как ускоритель, чип-ускоритель, который вы могли докупить к домашнему ПК, и некоторые задачи считать на нем. То есть там был предустановленный набор алгоритмов, которые они умели делать, и CPU умел отдавать эту работу ему, чтобы это происходило гораздо быстрее. Они тогда очень хвастались, что могут в процессе 10 миллионов полигонов за одну секунду. Это было действительно прорывом, но не позволяло ничего кастомизировать, потому что это была тупая железка, которая делала одно и то же. В 2001 году они выпустили GeForce 3 с программным пакетом GeForce FX. И вот тут произошла настоящая революция, потому что они изобрели такой концепт, как шейдеры. Мы о них сегодня обязательно поговорим, но главное, что нужно знать, что это позволило программистам, игровым в первую очередь, программировать то, как работает GPU. Тогда это был такой полуассемблерный язык со сложным синтаксисом, и все это сложно работало, но тем не менее это стало началом новой эпохи. И после этого стал намечаться очень явный тренд. Есть такая метрика производительности железа, флопсы. И тут вы можете на этом графике видеть черным отмечен увеличение производительности Pentium 4 с годами и то, как увеличилась производительность видеокарт. Видно, что они улетают в космос, при том, что если мы посмотрим на статистику, то со временем количество транзисторов увеличивалось, а тактовая частота каждого транзистора уменьшалась, при том, что overall performance вырос почти практически в 7 раз. И вот для того, чтобы понять, почему нужно так много параллельных вещей делать и почему не так важна тактовая частота, сколько их количество, мы посмотрим на то, как сейчас происходит рендеринг. В первую очередь я хочу всех расстроить тем, что GPU – это очень примитивная вещь. На ней нет таких абстракций, как операционная система. Это прям максимально близко к железу, настолько, насколько возможно. Все, что умеет делать GPU – это рисовать три вида примитивов. Треугольники, линии, точки. Больше ничего. И она заточена, все видеокарты заточены под работу с флотами. Практически никакие видеокарты, кроме дестопных, не работают с даблами и очень плохо работают с интами. По этой причине все 3D-объекты хранятся в виде треугольников. Иногда, кто играет в игры, можно слышать такие фразы, что в новой модельке Кратоса в два раза больше полигонов. Это значит, что в модельке в два раза больше треугольников. Когда мы хотим отрисовать какую-то 3D-модель в нашем игровом мире, понятное дело, что у нас нет никакого игрового мира, мы просто кладем эти треугольники в нашу координатную систему и как-то их там смещаем. Потом чаще всего существует такой концепт, как камера. Но ясное дело, что там нет никакого оператора, поэтому для того, чтобы пользователю показать наш игровой мир с какой-то стороны, мы берем прям весь мир и вращаем его так, чтобы он оказался нужным углом к монитору. И последним шагом является проекция. Тут, наверное, не видно, потому что контрастности проектора не хватает, но проекция влияет на угол обзора и так далее. После того, как мы все это посчитали, нужно понять, что для этого существует отличная математическая абстракция, которая называется матрица афинных преобразований. Тут все разработчики работают с UI-китом. Вы ее часто используете для того, чтобы отрисовывать анимации, используя структуру CGI-финтрансформ. Эти матрицы существуют разных видов. Матрицы поворота, смещения, масштаба и прочее. И у них есть интересная особенность, что если их перемножать друг на друга, они сохраняют свои трансформации. То есть перемножив несколько матриц и применив их потом к вектору, можно получить комбинацию из преобразований. Именно это делает вертексный шейдер. Вертексный шейдер — это такая маленькая программка, которая запускается для каждой точки вашей 3D-модели. То есть 3D-модель состоит из треугольников. Для каждого треугольника запускается вертексный шейдер, который получает на вход координату изначальную и должен вернуть координату в мониторе. Выглядит это чаще всего так. То есть мы на CPU считаем какую-то матрицу и потом просто умножаем ее на трехмерный вектор, возвращаем ее из шейдера. Наши треугольники попадают на экран. Но это все еще векторные примитивы, которые не очень понятно, как отрисовывать. Поэтому в игру включается рестеризатор. Рестеризатор делает очень простую вещь. Он берет пиксели с вашего монитора и накладывает их сверху наших примитивов и выбирает те, которые с ними пересекаются. После этого для каждого такого квадратика, ну, по сути, пикселя на экране, запускается еще одна маленькая программка, которая называется фрагментный шейдер. Фрагментный шейдер принимает на вход координату пикселя на мониторе, а вернуть должен цвет. И для того, чтобы посмотреть, как же это работает, представьте, что мы нарисовали два таких огромных треугольника, которые покрыли весь монитор. Ну, самое простое, что мы можем сделать, просто возвращать все время один и тот же цвет, константный. Например, в данном случае красный. Весь монитор будет красным. Но это скучно. Мы же обладаем знанием о координате пикселя, поэтому мы можем посчитать расстояние данной координаты до центра и использовать это значение в качестве красного канала. Вы можете увидеть, что тогда пиксели в центре будут черные, пиксели далеко от центра будут красные, потому что расстояние будет увеличиваться. Еще во фрагментной шейдере можно передавать униформы. Это такие константы, которые будут одинаковыми для всех пикселей в данном дроу коле. Время на компьютерах хранится в виде дабла с момента какого-то времени, поэтому мы можем взять от него синус и каждый кадр передавать его в наш фрагментный шейдер, несколько увеличивая это значение. И тогда наш экран будет мерцать, если мы будем умножать этот синус на наш красный канал. Здесь это можно заметить. Само написание шейдеров требует много математических знаний и превратилось даже в искусство. Вот эти примеры — это чистая математика, тут не используются никакие текстуры, никакие 3D-модели. Левое пламя отрисовано в 66 строчек кода, вот эти облака в 140 и в 800 строчек умельцы рисуют улитку. В 1984 году некто Пол Хэкберт на одной из конференций запустил даже такой челлендж, который жив до сих пор. Тогда еще это не было в контексте термина шейдеры, но уже он предложил писать на визитной карточке самый короткий код, который бы отрисовал какую-то картинку. И в данном случае он написал первый Ray Tracer, который помещался на визитную карточку. Для того, чтобы понять, почему шейдеры дают такой огромный потенциал и прирост производительности, мы посмотрим, что можно сделать с обычной сферой с помощью кастомного вертексного и фрагментного шейдера. Представьте, что у нас есть сфера, но, конечно, это не сфера, а просто набор треугольников, который с некоторой точностью выглядит как сфера. И вот такая текстура. Такие текстуры чаще всего называют гладким шумом. Их там можно сгенерировать в фотошопе. Главная их особенность в том, что их пиксели имеют значение от нуля до единицы и плавно перетекают друг в друга. Мы эту текстуру натянем на нашу сферу. Для того, чтобы понять, как текстура натягивается, есть такая прекрасная картинка, которая отражает всю суть маппинга текстур на 3D-модели. В двух словах у каждого треугольника есть какой-то регион текстуры, который ему соответствует. И, соответственно, когда мы рисуем этот треугольник, на него будет натягиваться только этот участок. В вертексном шейдере мы будем делать следующее. Мы будем считывать пиксель, который попадает на нашу точку. И чем этот пиксель темнее, тем мы будем считывать… Вот у нас есть еще одна правая текстура, которая от черного до желтого такая с взрывной палитрой. Чем темнее наш пиксель, мы будем тем ниже читать из нее значение, а тем он светлее, тем выше. И будем каждый кадр двигать наши координаты чтения для того, чтобы что-то изменялось. Таким образом мы можем получить из обычной сферы вот такой фаерболл. Простейшим написанием нескольких строчек кода фактически мы просто натягиваем текстуру и потом в нужных местах, где у нас темные пиксели, мы читаем темнее взрывную текстуру, где пиксели шума светлее, получаем светлее, из сферы получается вот такой фаерболл. Такой процесс происходит для каждого объекта, у которого существует уникальный рендер стейт. Рендер стейт – это состояние видеокарты, в котором она пребывает для того, чтобы нарисовать данный объект. Чаще всего это включает в себя уникальную пару из вертексного и фрагментного шейдера плюс униформы, которые нужны для того, чтобы что-то отрисовать. Интересно, что точности GPU не хватает для того, чтобы рисовать шрифты, и поэтому вот тут можно обратить внимание, что каждая буковка рисуется двумя треугольниками, на которые потом натягивается текстурка буквы. И в конце получается цельный кадр, который мы уже показываем пользователю. Теперь посмотрим на то, что Apple предлагает нам, как работать с их видеокартами, потому что Apple – это компания, которая уникальна тем, что она производит не только программное обеспечение, но и железо. В целом, все всегда было хорошо. С момента первого iPhone уже существовали поддержка стандарта OpenGL, и были 3D-игры, которые показывали впечатляющие результаты для того времени. В 2010 году с выходом iPhone 4 Apple представила поддержку OpenGL ES 2.0, которой тогда очень хвастались компанией Epic своей игрой Infinity Blade и возможностями, которые открывает этот стандарт. С выходом iPhone 7 появилась поддержка OpenGL ES 3.0, но стало уже не такой интересной, об этом мы поговорим чуть позже. За время существования OpenGL на iPhone вышло очень много фреймворков, в том числе от самой Apple. Были известные опенсорсные движки, программистом которого является ваш покорный слуга. Были игровые движки от самой Apple и от крупных вендоров, такие как Unity, Unreal, LibGDX и прочее. В 2015 году организация Kronos анонсировала следующее поколение графических систем, называемое Vulkan. Важно понимать, что OpenGL, несмотря на свое название, не является библиотекой. Это скорее стандарт. Можете думать о нем как о таком большом протоколе, который накладывается на железо. То есть организация Kronos говорит всем производителям, если у вас будут такие-то функции, то у вас будет поддержка стандарта OpenGL. И Apple изначально входила в рабочую группу над Vulkan, но вышла из нее. И вышла в первую очередь потому, что стандарт любой накладывает на компанию ограничения, а Apple славится тем, что их программное обеспечение очень тесно интегрировано с железом. Поэтому они представили свое API, которое назвали Metal, как бы намекая, что очень близко к железу. И главной особенностью Metal является то, что она создана с прицелом под платформой Apple. Вот тут есть диаграмма, на которой можно сравнить оверхед от использования каких-то высокоуровневых фреймворков OpenGL и Metal. То есть инженеры компании постарались над тем, чтобы делать минимум ненужной работы, для того, чтобы передавать какие-то задачи от CPU к GPU. Все последние достижения, которые на тот момент были в GPU-сфере, на десктопе, вроде деселяции и прочего, также появились в Metal, что было конкурентным преимуществом. Основная парадигма, которая есть в Metal, это смещение каких-то очень дорогих задач, которые мы делаем каждый кадр в начало инициализации нашего приложения, чтобы делать их как можно реже, а лучше всего один раз. И также Apple отказались от парадигмы, когда центральный процессор ждет видеокарту для того, чтобы что-то сделать. Поэтому Apple предложили работать им параллельно. То есть CPU у нас подготавливает какие-то задачи для GPU. Пока GPU их рендерит, в это время CPU готовит уже следующий кадр. То есть железо в нашем телефоне никогда не стоит на месте, постоянно занимается полезной работой. Ну и Apple постарались сделать очень тонкое IP, которое не очень получилось тонким, но мы сейчас на него посмотрим. Вообще API Metal отличается от всех графических API, и в том числе от всех API, которые мы привыкли видеть от компании Apple. В корне всего пакета лежит класс MTL device, который представляет собой как бы отдельную GPU. То есть каждый инстанс этого класса соответствует какой-то видеокарте, которая реально существует. Несмотря на то, что чтобы получить ссылку на него используется глобальная функция, к этому объекту не стоит относиться как к синглтону, потому что Metal спроектирован по-другому, в отличие от всех других фреймворков Apple, и тут используется такой сквозной dependency injection. То есть все объекты создаются в контексте других объектов, и, возможно, на iPhone это еще можно допустить использование этого как синглтону, потому что в iPhone всего одна видеокарта. Но Metal также существует на Mac, и на Mac может быть у вас несколько видеокарт. Одна дискретная, другая встроенная, и вы хотите использовать какие-то видеокарты, которые тратят меньше энергии, чтобы сэкономить батарейку пользователю. И в данном случае использование этого объекта как синглтон приведет к плохим результатам. У каждого девайса существует своя программная очередь, и создается она с помощью метода makeCommandQueue, то есть вы вызываете этот метод у девайса, и он возвращает вам на нее ссылку. Эта пара из устройства и очереди очень часто называется контекстом, то есть в контексте вот этих двух объектов происходит весь рендеринг, который мы делаем. Сама программная очередь работает как обычная очередь из computer science, которую мы знаем. В нее приходят вот такие коробочки, в которых лежат какие-то задачи, которые она должна сделать. Как только GPU освобождается, она берет первую коробочку, которая сейчас стоит в очереди, начинает ее делать, остальные мы пододвигаем. Эти коробочки являются инстансом класса mtlCommandBuffer, то есть это тоже объект, который создается в контексте очереди. Мы вызываем у нее метод makeCommandBuffer, и очередь возвращает нам пустую коробку, и как бы говорит, давай положи туда что-нибудь. Положить мы туда можем три типа команд. Первый тип команд — это рендер команды, самые классические, для отрисовки треугольников, линий, точек и так далее. Существуют bleed-команды, они не так часто используются, чаще всего для стриминга данных, когда нам нужно регион из одной текстуры стримить в регион другой. И третий тип команд — это compute-команды. Наверняка они интересны большинству здесь присутствующих, о них мы отдельно поговорим. Для того, чтобы положить каждый тип команды в пустую коробочку, существуют специальные объекты-энкодеры, и для каждого типа команд такие энкодеры свои. Эти энкодеры, конечно же, создаются в контексте коробки. То есть мы у коробки, у нашего команд-буфера вызываем метод makeRenderCommandEncoder, и он возвращает нам его. Для того, чтобы использовать этот объект и положить какие-то команды в эту коробку, нужно его заполнить. И этот процесс очень напоминает крафтинг из игр. То есть у энкодера есть какие-то слоты, вы туда должны положить ингредиенты, потом сварить, что-то получится. Есть один обязательный ингредиент. Это pipelineState. ПиплайнState – это фактически рендер стейт, о котором мы говорили в предыдущей секции. То есть он отражает то состояние GPU, в которое нужно перевести для того, чтобы что-то отрисовать. То есть это уникальная пара из шейдерных функций и какие-то другие параметры, которые можно передавать, а можно и нет. Важной особенностью этого ингредиента является то, что его не нужно создавать каждый раз, когда мы что-то кладем. Чаще всего вы создаете его при инициализации приложения и переиспользуете каждый раз. Создается он с помощью дескрипторов. Вы просто заполняете какие-то нужные поля нужными вам задачами и создаете с помощью девайса pipelineState и где-то его запоминаете, как-то кэшируете. Мы кладем его в первый слот. Потом чаще всего есть слот геометрии. Это наши треугольники, которые мы хотим отрисовать. Они применяются с помощью метода setVertexBuffer и еще есть возможность положить еще что-то. Какие-то униформы, как мы делали со временем в примере с синусом, какие-то текстуры, которые мы хотим, чтобы шейдеры считывали и так далее. После того, как мы все заполнили, мы вызываем метод drawPrimitives и в коробочку добавляется команда. После этого мы можем заменить какие-то параметры, положить что-то еще, какой-то другой state или какую-то другую геометру или только что-то одно. Вызвать этот метод еще раз. Появляется еще одна команда в коробке. Когда мы заэнкодили все команды, которые нам были нужны, мы вызываем метод endEncoding и эта коробочка улетает в программную очередь. Дальше нам о ее судьбе ничего не известно, потому что в программную очередь девайса кладут коробки не только вы, но еще вся система iOS, UIKit туда кладет свои задачи. То есть вы не можете быть уверенными, что как только вы эту коробку отправили, команды сразу начнут вызываться. Поэтому очень плохо вызывать метод waitUntilCompleted, который синхронно заставляет CPU ждать момента, когда все задачи в этой коробке будут выполнены. Это является плохой практикой. Мы хотим делать какую-то полезную работу, показывать пользователю экран загрузки, пока мы что-то делаем или еще что-то. Поэтому мы вешаем completion handler, который скажет нам момент, когда все задачи, которые мы положили, будут выполнены. Но это пример был с рендер-командами, которые, я думаю, вам не очень интересны. Они в основном используются игровыми разработчиками. Что действительно является интересным и прорывным, так это compute-шейдеры, которые появились с приходом в Metal. Для того, чтобы понять, откуда они взялись и зачем они нужны, опять чуть-чуть истории. Надеюсь, в последний раз. Первые работы, которые были нацелены на использование GPU в качестве какого-то общего назначения, появились еще в 99-м году. Тогда выпускники из Стэнфорда, которые обучались на направлении компьютерной графики, уже достигли первых результатов. Кто-то пытался написать игру Game of Life, кто-то перемножал матрицы и прочее. То есть уже люди начали интересоваться тем, как еще можно использовать видеокарты, кроме как для отрисовки треугольников на экран. В 2002 году появился сайт GPGPU, который был основан выпускником Стэнфорда. И там собиралась комьюнити людей, которая придумывала, как переложить существующие проблемы из науки, то есть из биологии, из физики, на термины примитивов графических. GPGPU начали использовать для того, чтобы подсчитывать какие-то реакции диффузии, коллизии физические и прочее. То есть появился интерес людей для того, чтобы использовать видеокарты не только как простые устройства для отрисовки 3D-моделей, но в качестве очень мощных процессоров, которые могут очень много параллельных задач сделать одновременно. Тогда еще не было готовой инфраструктуры для этого, поэтому все данные, которые нужно было посчитать на видеокарту, передавались в текстурах, то есть в текстуры записывались по канально какие-то значения, и потом в коде шейдеров мы смотрели, если мы рисуем самый левый пиксель, мы делаем что-то, если мы рисуем какой-то средний пиксель, мы читаем такие-то, такие-то пиксели и что-то делаем. То есть это был такой большой хак, но который позволил создать новую индустрию, параллельных вычислений. Как всегда, компания NVIDIA не осталась в стороне и в 2007 году анонсировала программный пакет CUDA. Он являлся, по сути, новым языком программирования, который базировался на C и C++, но позволял делать data parallel вычисления, то есть какие-то задачи, которые решались для большого количества данных. И вот начиная с 2007 года случился большой прорыв в сфере GPGPU, очень много людей начало использовать их для того, чтобы делать какие-то сложные вычисления, в том числе майнить биткоины, считать инференс нейронных сетей и прочее. Основным отличием CUDA от фрагментных и вертексных шейдеров было очень простое изменение, которое они сделали. Это все те же маленькие программки, которые запускаются для определенного куска данных, только вместо координаты пикселя они принимают просто ID-шник потока. То есть это маленькая программка, которая только знает, какой у нее порядковый номер. То есть, например, если мы обрабатываем большой массив и программа имеет ID 7, то она знает, что она должна обработать номер, элемент с индексом 7. Сами компьютешейдеры работают по точно такой же парадигме, как и CUDA от NVIDIA. Их вы можете положить в те же самые коробки рядом с рендер-командами. У вас может быть лежать сначала рендер-команда, потом компьют-команда, потом рендер-команда, которая использует что-то из компьют-команды и все в таком духе. Используется там просто другое ключевое слово, которое называется kernel. И эти задачи, шейдеры подходят только для задач, которые параллелятся на уровне алгоритма. И для того, чтобы посмотреть, как это работает, мы напишем очень маленький компьютешейдер сами. Я работаю в R&D-компании, мы очень много делаем ресерчи, и конкретно моя задача часто является то, что мне нужно синтегрировать какие-то нейронные сети на мобильный GPU. И рендишники могут прийти к вам и сказать, что нужно, вот у нас есть какой-то массив данных, нужно к каждому элементу применить какую-то функцию. Это в принципе очень резонный кейс, который часто возникает. Но для простоты мы просто будем каждое значение умножать на число и посмотрим, что это нам даст. Немножко кода. Начнем мы с описания отдельного класса, который будет принимать на вход dependency injection в виде MTL-девайса или командной очереди. Это кому как нравится. И в его конструкторе мы будем кэшировать нужные элементы. То есть по итогу у нас класс будет кэшировать ссылку на наше устройство, на очередь и на pipeline state, который мы создадим один раз в конструкторе и запомним его. Дальше нам нужен будет специальный тип, который будет хранить униформы, которые мы будем передавать нашим шейдерам. Так как мы будем умножать большой буфер данных на одно число, нам потребуется само это число, которое мы будем хранить в виде числа с плавающей точкой и count, который будет, ну, это число, которое будет отвечать за длину массива. Тут важно помнить о том, что Swift на данный момент не имеет стандарта на разметку памяти и часто делает выравнивание. Ну, те, кто когда-нибудь писал на C++, знают, что это такое. Компилятор иногда меняет последовательность полей или делает какие-то пустые пэддинги для того, чтобы более эффективно считывать их в памяти. Поэтому описывать такие типы в Swift довольно небезопасно. В данном случае это простой кейс и компилятор тут ничего не изменит, потому что что первый, что второй элемент 32-битный и они так и будут лежать в памяти. Но если что-то более комплексное, лучше это описывать в C++ хедерах и потом импортировать в Swift. Мы напишем простой метод, который будет принимать на вход массив и число, на которое его нужно умножить. Первым шагом нам нужно скопировать это все в память GPU. Для этого мы используем нашу ссылку на девайс и создаем два буфера на массив и на наши униформы. Потом у нашей программной очереди берем пустую коробку, у нее создаем Compute Command Encoder и кладем все наши ингредиенты в слоты. То есть наш pipeline state, который мы закешировали и два буфера, которые только что создали. Но возникает вопрос, что теперь вызывать? Если в рендер-командах мы вызывали draw primitives, то теперь не очень понятно. Для того, чтобы разобраться, как это работает, нужно понять, как запускаются Compute Shader. Если фрагментные шейдеры запускаются для каждого пикселя, а вертексные шейдеры для каждой вершины, то Compute Shader запускаются для такой сетки из потоков. Эта сетка может быть одномерной, двухмерной и трехмерной. Каждый поток является инстансом вашего шейдера, который на вход принимает уникальный ID, то есть позицию в этой сетке. И такой инстанс называется потоком. Все эти потоки организуются в такие маленькие тред-группы, которые последовательно запускают GPU, потому что обычно у GPU нет столько транзисторов, чтобы запустить все потоки одновременно. Вот на картинке можно видеть пример разбиения. У нас есть какая-то большая картинка, которую нам нужно обработать. Мы разбиваем ее на такие тред-группы 32 на 16 пикселей, и для каждого пикселя будет запускаться свой инстанс Compute Shader, который будет принимать на вход координату в сетке и будет что-то с этим пикселем делать. Сам шейдер передаются вот такие атрибуты, с помощью которых можно понять, какой ID-шник сейчас у нас, и использовать это значение для того, чтобы обработать нужный промежуток данных. Есть два способа разбиения задач на тред-группы. Первый предоставляется компании Apple. Вы просто говорите ей, сколько у вас данных, и она разбивает как-то по своим евристикам эти значения. тут важно понимать, что это не очень эффективно. Иногда вам на уровне алгоритма не хочется так делать, то есть, например, вам нужен блюр, который обрабатывает тред-группы три на три или еще что-то, но в целом это заставляет GPU делать какие-то специальные действия, и это не очень хорошо. Чаще всего вы разбиваете вашу задачу на константные какие-то значения тред-групп, и тут важно учитывать, что не всегда ваше количество данных будет на него делиться, и поэтому тред-групп нужно брать с запасом, потому что иначе какая-то часть данных будет просто вами не обработана. Внутри тред-группы потоки разбиваются на так называемые 7D-группы, это Single Input Multiple Data, то есть компилятор GPU делает следующее, он берет все ваши потоки с разными ID-шниками и делает одинаковые скачки по инструкциям, то есть по слайсам, то есть все потоки двигаются одновременно, и за счет этого достигается вся параллельность и те преимущества, которые дает GPU, проблемы возникают, если в каком-то потоке начинается ветвление. Ветвление это очень неэффективно, потому что остальным потокам приходится ждать, пока вот этот один поток выполнит свою ветку, вместо этого на компилятор GPU делает другое. Он всегда исполняет все ветки, которые у вас есть. Поэтому этого нужно избегать. Ветвление внутри шейдеров любых вертексных, фрагментных компьют шейдеров это очень неэффективно и всегда очень негативно сказывается на перформансе. Внутри тредгруппы как-то сама система разбивает их на 7D-группы и отправляет на исполнение. Главное, что нам нужно знать, что мы можем узнать ширину этой 7D-группы для того, чтобы наиболее эффективно разбивать наши потоки. Чаще всего это делается так. Мы у Pipeline берем ширину 7D-группы и берем количество потоков с запасом. То есть в данном случае мы берем буфер аккаунт, прибавляем к нему execution width минус 1 и делим на execution width. Это формула, которая сделает либо столько, сколько нужно тредгрупп, если поделится на цело, если не поделится на цело, будет на одну больше. И количество потоков в каждой тредгруппе будет равняться ширине, ну и так как у нас буфер одномерный, то глубина и высота всегда будут единичками. И вот после этого мы у компьютенкодера вызываем уже метод dispatch thread groups, передаем сколько у нас групп и сколько потоков в каждой из них. И наша коробка улетает на выполнение. Остается сделать последний шаг и написать собственно сам шейдер. Шейдер начинается с ключевого слова kernel и всегда возвращает void. То есть у компьютешейдеров нет регламента на то, что он должен делать, это просто функция, которая принимает айдишники и что-то там мешает. В данном случае у нас шейдер принимает указатель на буфер, который мы передаем, указатель на униформы и индекс, то есть позицию нашего потока, чтобы понимать, какой элемент нам нужно обработать. Первое, что мы делаем, мы смотрим, не выходим ли мы за границу, то есть мы проверяем, если у нас индекс больше, чем буфер сайз, тогда мы быстренько возвращаемся, чтобы не считывать память дальше. Это на случай, если thread group у нас больше, чем данных. И потом мы делаем очень простую вещь. Используя индекс, мы считываем нужный элемент, умножаем его на наш мультиплеер и записываем обратно. Немножко побенчмаркаем. Значит, у нас будет на стороне CPU вот такая штука, массив из единичек размером миллион элементов и мультиплеер, то есть будем умножать на два. И на CPU эта задача решалась бы вот так, в три строчки. Очень просто, но, наверное, не очень эффективно. Если мы посмотрим на время выполнения, то наша имплементация на Metal на моем айфоне 7 плюс заканчивается за 0,06 секунд, CPU, соответственно, за 0,1, что в 17 раз медленнее. Круто! Мы выиграли в производительности, молодцы! Но интересная особенность заключается в том, что будет, если мы сократим количество элементов с миллиона до тысячи. CPU закончит ровно в тысячу раз быстрее по понятным причинам, потому что элементов стало меньше, меньше итераций в цикле for. А вот Metal закончил на нелинейное количество времени меньше. Связано это с тем, что есть какой-то констант overhead всегда от передачи работы от CPU к GPU. То есть занимает время копирования памяти, которое вы делаете. В принципе, там происходит куча разных вещей по шинам, которые вы не видите, и это всегда нужно учитывать. И несмотря на то, что действительно тысячу элементов все равно можно умножить параллельно, быстрее это сделать на CPU. Об этом мы чуть позже поговорим. CoreML, в частности, тоже не все делает на видеокарте. Значит, есть какой-то набор советов, которые есть. Некоторые из них я озвучил, некоторые нет, но главное, что используйте 16-битный флоут, если вам не так важна точность, избегайте работу с интами, потому что GPU не очень эффективно с ними справляется, кешируйте как можно больше элементов и никогда не ждите GPU, когда она закончит работу, а постоянно делайте что-то на CPU в то время, пока GPU там занимается своими делами. Значит, на основе Metal Compute Shaders появился такой фреймворк, как Metal Performance Shaders. Изначально его представили во времена iOS 9, и это был просто набор каких-то компьютешейдеров, которые делали разные задачи, что-то блюрили, какой-то edge detection был, увеличение контрастности, трэш-холдинг и все такое. Но это как бы было не очень интересно, этим пользовались компании вроде VCO или Instagram для ускорения своих фильтров, но это не было никаким прорывом. С приходом iOS 10 начался бум на машинное обучение на мобильных платформах, и если кто-то знаком с тем, как работает машинное обучение, то знает, что внутри это просто перемножение матриц и ничего больше. Там нет никакого искусственного интеллекта, никаких приблуд, просто много матриц, которые нужно умножать друг на друга. И в фреймворк Metal Performance Shaders добавили все необходимые операторы, которые нужны для запуска инференса простейших нейронных сетей. Свертки, активации, несколько видов и прочее. Что позволило запускать сетки в виде, например, Inception V3 на вашем телефоне в значительное количество раз быстрее, чем это бы делалось на центральном процессоре. Это был очень громоздкий код, он был очень простой, но его нужно было много писать. Нужно было энкодить кучу этих слоев, которые есть в нейронной сети вручную, кешировать какие-то временные данные. То есть это абсолютно несложно, но для того, чтобы закодить, например, Inception V3, это занимает тысячу строчек кода. Очень однотипного и скучного, но все равно это тысяча строчек. На последний WWDC представили нн-граф API, который позволяет это все упростить и строить такой граф вычислений, который потом сам это все заэнкодит на вашу видеокарту. Однако на него уже никто не обратил внимания, потому что Apple представили CoreML. CoreML все, наверное, слышали, вам промыли уже мозг, как это круто и здорово, но в реальности есть свои нюансы. CoreML фактически является просто фреймворком, который делает очень простую задачу. Он формализует вашу нейронную сеть в виде каких-то данных, ну, представим, что это JSON, там, конечно, свой другой формат, но неважно, и энкодит команды по своим каким-то соображениям. Какие-то он передает на GPU, если считает, что это будет быстрее делать там, какие-то делает на центральном процессоре с помощью фреймворка Accelerate. И он на самом деле прикольный, его легко использовать, поддерживается большое количество лернинг-фреймворков, которые у вас есть, и скорость на самом деле не так уж сильно проигрывает тому коду, который компании писали для Metal Performance Shaders. У него есть GPU-CPU Optimization, которые являются с одной стороны преимуществом, но с другой стороны и недостатком, потому что иногда он ошибается и что-то передает центральному процессору, когда это не стоило передавать центральному процессору, это занимает слишком много времени. У него есть некоторые проблемы. Он не является кастомизируемым, то есть в него нельзя было добавлять какие-то свои слои. То есть если вы компания вроде нашей, которая занимается какими-то R&D задачами, то у вас всегда нейронки имеют в себе какие-то сложные слои, которые как раз всегда разработчики пишут сами, используя компьютешейдеры, и в CoreML не было возможности их добавлять. Она иногда багует и до сих пор очень сырая, особенно та часть с конвертерами, и у вас нет никакого контроля над тем, что происходит внутри. Это как раз связано с проблемой GPU-CPU Optimization. Иногда вам нужно взять какие-то фичи с промежуточных слоев сетки, еще что-то. CoreML этого сделать вам не позволит, вам придется создавать несколько графов вычислений. И я читал этот доклад месяц назад, и за это время вот эта сводка успела устареть. Буквально на этой неделе Apple добавила следующее. Во-первых, 16-битный флот и в CoreML, который позволяет ускорять значительно ваш inference, если вам точность не так сильно важна для вашего конкретного кейса. Второе, это поддержка конвертера StensorFlow Lite в CoreML. Это доминирующий фреймворк на самом деле для Machine Learning сейчас, особенно в сфере имидж-процессинга. И это очень клево. Но самое крутое, что представили, это кастомные слои, которые вы можете сами написать, используя либо CPU имплементацию, либо написать свой собственный compute-шейдер и передать его в CoreML и CoreML будет его использовать. То есть вам уже не нужно писать собственные решения с нуля, которые умеют и встроенные слои использовать и кастомные. В общем, это прям реально большая штука. И теперь на самом деле анализ CoreML выглядит немножко иначе. Он действительно еще немножко багует и у вас не так много контроля над ним, но уже позволяет очень много задач упростить и интегрировать ваши нейронные сети и вообще ваше какое-то машинное обучение с простотой. На этом все. Вы можете зафолловить меня в Твиттере или на Гитхабе, если интересно пообщаться и поработать. И есть небольшой тизер того, что будет в будущем. Если вам интересна тема GPU и вообще интересно познакомиться с шейдерами, научиться их писать, начиная где-то со следующей недели на моем медиуме будет выходить цикл статей, в котором мы напишем вот такую игру и она может выглядеть простой, но важная особенность заключается в том, что она полностью работает на GPU. CPU не делает ничего, кроме обработки мышки и проигрывания музыки. То есть мы возьмем какую-то игровую логику и полностью портируем ее на графический процессор и посмотрим, как писать compute шейдеры, вертексные шейдеры, фрагментные шейдеры. В этих статьях будет и формализована информация с этого доклада и какая-то новая, которая связана именно с этой игрой. Это для тех, кто хочет войти в сферу GPU. На этом все. Спасибо. Вопросы? Можно дать минуту, секунду, 10 подумать, переварить все. Я уже третий раз выступаю на CocoHeads и мне никогда не задают вопросов. Я не понимаю, это curse или bless? Как это понимать? Всем все понятно. Спасибо за доклад. Очень крутой. Я хотел спросить, сколько времени ты потратил, чтобы разобраться в этой сложной теме. Потому что я в прошлом году делал тестовое задание в ZeptoLab. Там надо было написать мини-флэпи-бёрд, используя OpenGL и минимальную связку с Objective-C. Я за неделю за две сделал, но вообще не считаю, что я разобрался в этом. Ну, смотри, я же являюсь главным разработчиком CocoCut 2D. Это довольно популярный игровой движок. И мне было поэтому легко конвертнуть мои скиллы игрового разработчика в сферу машинного обучения всего вот этого. Потому что как там можно было понять из доклада, это очень похожие концепции, которые вы просто перекладываете из графических примитивов на какие-то термины других вычислений. Тут важно понимать, что все видеокарты работают одинаково. На десктопе, на мобиле все это работает одинаково. Если вы знаете OpenGL, разобраться с Metal вам один день. Если знаете DirectX, то же самое. Короче, изучайте одно, конвертируйте скиллы за день во что угодно. Что касается того, как лучше выучить, однозначно надо написать игрушку. Потому что все-таки графические процессоры изначально созданы для игр. И это самый легкий способ понять, как работают шейдеры. Есть такой сайт shader.toy.com на котором можно, во-первых, там люди меряются своими шейдерами. Я оттуда брал скриншоты с небом, с огнем и с улиткой. Дескать, вот я за сто строчек написал дельфина танцующего, кто может больше, кто может меньше. И там можно посмотреть на какие-то хаки, которые они используют. Но нужно еще обязательно иметь математический бэкграунд в линейной алгебре хотя бы минимальный. Знать, что такое нормаль, как там матрицы перемножаются, на таком уровне хотя бы. Но это не очень сложно. И вообще цель доклада была рассказать, что на самом деле видеокарты не такие страшные. Что там на самом деле все не так страшно. Спасибо. У нас еще вопрос. Добрый день. Спасибо большое за доклад. Очень интересно. Вообще классно. Вопрос такой. Насколько сложные вещи можно отдавать шейдерам? То есть есть ли там синус, косинус, экспоненты? Да, там есть набор каких-то функций, которые очень сильно оптимизированы. То есть там есть синус и косинус и много другого, тангенсы. Это все есть и вы можете писать любые на самом деле функции свои, потому что там используется синтаксис C и C++. То есть любые функции вы можете написать сами. Тут единственное надо помнить всегда, что вы работаете с флотами и самый главный bottleneck это точность. Потому что то, что вы считаете на CPU в даблах, во флотах плывет, бывает, и нужно иногда переформулировать задачи для того, чтобы на GPU это эффективно посчиталось. Я пользуюсь возможностью задам вопрос, связанный с биткоином. С чем? Он перевалил за 18 тысяч биткоин. Сегодня половина рассылки MWLTF про блокчейн. Ты сказал, что видеокарты не используют больше для майнинга и для рендеринга. Ну, потому что сейчас их мощности не хватает, поэтому там специальные как-то они называются, а этики, кажется, специальное железо, которое их майнит, потому что видеокарты уже не тащат. На видеокарте будете два месяца майнить два цента. А какие-то криптовалюты до сих пор майнятся на видеокартах. то есть там эфир точно на видеокартах еще можно смайнить. Я не эксперт, не вложился в 2013, но слышал. Спасибо. Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Если шейдеры писать и там действительно какие-то возникают проблемы с флоутом, то наверняка приходится отлаживаться. Есть ли какие-то специальные металлы? Это самая неприятная часть работы. В целом у Apple есть инструменты для работы с металлом, которые с каждым годом становятся лучше, но дебаггинг шейдеров это сложно, потому что вы не можете поставить брейкпоинт, потому что непонятно в каком потоке вы хотите его поставить, как это все заставить ждать. Это очень часто превращается в аналог дебага принтами, только разбиение на пот-шейдер и проверку, что вообще в буферах происходит, но однозначно каждому разработчику нужно ознакомиться с инструментами, ну, X-кодом, которые есть, потому что там есть отличные там прям крутые какие-то вещи, где можно попиксельно смотреть, что в текстурах или в буферах появляется. Там есть инструменты, которые бенчмаркают ваш шейдер и показывают, какие части кода наиболее неэффективны. То есть вот эта сторона сделана неплохо, но когда прям совсем непонятно, что происходит, приходится, да, плясать с бубном. Спасибо, я думаю, на этом все. Плагодарим спикера. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ КОНЕЮЩИНТЫ